Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вы уже немного ознакомились с моей методикой, и сейчас я хочу вам более подробно рассказать о своих бизнес-проектах, о своих открытиях в этой области. Мне часто задают очень серьезные вопросы в области политики, в области бизнеса. Например, такой вопрос, скоро ли Путин уйдет от власти, или скоро ли изменится та система правления, которая была установлена в 1990 году в России, когда уйдет команда, которая выдвинула Путина. Можно ли ответить на такой вопрос с большой точностью? Мои исследования показывают, что да, это возможно. И для этого я хочу немного заглянуть в историю. Давайте вместе заглянем в историю России. 19 век. Отменили крепостное право, и царь Александр II начал реформы в России. Но в 1881 году революционеры-народники его убивают. И на престол восходит Александр III, его сын, и политика в государстве коренным образом меняется. Александр III и его сын Николай II стали проводить более консервативную политику на поддержку дворянства, на укрепление самодержавного строя. И все это продолжалось ровно 36 лет. 1881 год, прибавляем 36 лет, получается 1917 год. Ключевая дата в России. Коренным образом все меняется. Февральская революция, потом Октябрьская. Большевики приходят к власти. Ленин возглавляет государство, потом Сталин. И также прибавляем 36 лет. 1917 плюс 36 лет, это 1953 год. Умирает Сталин. Та политическая система, которая была 36 лет, она начинает виду изменяться. К власти приходит Хрущев. Происходят кадровые чистки. Происходят некоторые политические изменения в стране. Вначале правит Хрущев, потом Брежнев. Небольшие годы правления Андропова, Черненко. Горбачев взял курс на изменения, на политические изменения. И прибавляем 36 лет, получается 89 и 1990 год. Это разгар перестройки. Как раз именно в это время меняется модель государственного правления. Во многих городах происходят активные выступления людей. И облик нашего государства коренным образом меняется. Горбачеву в скором времени убирают от власти. Ельцин, потом Путин. И прибавляем 36 лет, 2026 год. Можно с огромной уверенностью, я бы сказал, со стопроцентной уверенностью, сказать, что произойдут огромные перемены в России. И команда, которая выдвинула Путина, она уступит место новой команде. На чем основана моя уверенность? На чем основана моя аналитика? Она основана на космическом узоре. Она основана на влиянии планет. Раз в 36 лет планета Сатурн и планета Нептун соединяются. И происходят мощнейшие изменения в жизни России. Планета Нептун – это планета духовности, планета идей. Планета Сатурн – это планета законов и власти. И вот когда две планеты соединяются, люди, они начинают искать более правильную форму правления, правильную форму власти. Они как бы просыпаются. Большие массы людей, они требуют перемен. И перемены, конечно же, случаются. Аналогичный анализ я применил к мировым экономическим кризисам. Там структура более сложная. Там другие критические точки, там другие циклы. Планеты движутся. Они входят в критические точки определенных государств. И начинаются кризисные явления. Выходят из этих точек. И экономика, она восстанавливается. И если ваш бизнес, он связан с мировой экономикой, то вам очень важно иметь такие знания. Когда вы будете иметь такие знания, вы будете обгонять своих конкурентов. Вы будете на три, на четыре шага видеть раньше и правильно выстраивать стратегию своего предприятия. Правильно выстраивать стратегию своего бизнеса. Экономика имеет четыре уровня. Первый уровень – это мировое хозяйство, о котором мы уже сейчас говорили. Второй уровень – это экономика отдельных стран. И если у вас есть бизнес в какой-то конкретной стране, тоже очень важно знать, в каком состоянии будет эта страна в следующем году. Где у нее критические точки и где у нее точки успеха. Третий уровень – это уровень фирмы. Тоже очень важно провести аналогичный анализ. И четвертый уровень – это энергетика человека. Энергетика человека, она напрямую определяется планетами. Движутся планеты, меняется планетарный узор. И человеку даются или дополнительные силы на воплощение своих идей, или наоборот, у него идут испытания, у него идут кризисные состояния. И часто в это время человеку ни до чего нет дела. Сейчас вы можете посмотреть график Навального. Три кривые, нисходящие кривые. В этом году у Навального кризисный год. Первая кривая – это его личная энергия, которая находится в минусе. Вторая кривая – это энергетика государства, энергетика России, которая тоже находится в кризисном периоде. И третья кривая – это мировая энергетика. Все кривые совпали. И в результате резонанса мы видим очень плачевное состояние у этого человека. Я это состояние называю точкой смерти. В секторе риска находится также Лукашенко. У него тоже очень много нисходящих кривых. В секторе риска находится Трамп. Но мы сейчас подробно не будем останавливаться на этих личностях. Это мы можем сделать в отдельных консультациях. Как нейтрализовать эти кризисные кривые? Существуют разные методики. Я вам сейчас расскажу одну. Это очень простая методика. Если в кризисном состоянии находится предприятие, вы нанимаете управляющего, у которого энергетическая кривая идет вверх. И на своей энергетике он выводит это предприятие из кризисной ямы. Есть другие методики, о которых более подробно я буду говорить на своих семинарах, на своих консультациях. Моя методика нейтрализации кризисных состояний позволяет открыть мощные проекты в политике, в медицине, в экономике. О политике мы поговорим в следующем видео. В медицине я вам сейчас расскажу простой пример. У каждого человека есть в году кризисные недели, кризисные дни. Когда ему ни в коем случае нельзя делать операции. И представьте себе, если у врача совпал, кризисный день врача совпал с кризисным днем пациента, то к чему это приводит? Это приводит к очень печальным последствиям, о которых мы все с вами знаем. В экономике моя методика дает мощные позитивные эффекты во всех сферах, особенно в сфере банковской, в сфере инвестиций. Что мы здесь видим? Если анализировать энергетику предпринимателя, который берет кредит, мы можем заранее знать, сможет ли этот предприниматель потянуть тот проект, который он рекламирует, и сможет ли он вернуть вложенные средства. Какие формы взаимодействия есть в моей работе? Первая форма, самая простая, это разовая консультация, где я освещаю какой-то конкретный вопрос. Вторая форма, это недельная или месячная работа. Я настраиваю ваше предприятие по своей методике, определяю кризисные точки на год, даю важные советы по кадровым вопросам, налаживаю взаимодействие между главными менеджерами вашего предприятия. Далее очень важная часть, это мои семинары, 15 дней, ключевые занятия, которые я провожу в течение двух месяцев, где я полностью передаю свои знания. И после этих занятий вы сами становитесь специалистами в данной области и сами можете очень эффективно пользоваться моей методикой. И еще один уровень, это работа на результат, когда я вхожу в вашу команду и непосредственно каждую неделю даю определенные советы по тем или иным вопросам. Кого заинтересовала моя методика, кого заинтересовала моя аналитика, вы можете заполнить анкеты, позвонить мне, выяснить какие-то вопросы и назначить время консультации или занятий. Цены моих занятий и консультаций указаны в группе ВКонтакте, в ВИП-семинары, в статье «Бизнес-тренинги». И также они будут вам высланы отдельным файлом. Наши цены гораздо ниже, чем в институте Одизиса. На этом я завершаю свое выступление. Благодарю за внимание. Желаю вам успехов, здоровья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok